Слава Украине! Приветствую Матполонского! Сегодня на России они празднуют День Неизвестного Солдата. Но нет ни одного праздника, который они не испаскудят и не превратят в полный трэш. День Неизвестного Солдата был в свое время по поводу советских солдат, воевавших с фашистской Германией. Ну там тоже вопрос, потому что видите как. Да, неизвестных солдат было много, благодаря тупорылому руководству Советской, хотел сказать, России. Ну и России в том числе, Советского Союза. Благодаря дуболомам, сталинским генералам, которые сотнями тысяч хоронили своих солдат в бессмысленных тупорылых атаках. И действительно потом нельзя было найти чьи останки, какого солдата. Да, положили 40 миллионов, сначала говорили 20 миллионов, потом 27 миллионов, потом уже оказалось 40 миллионов. Ну а что им не жалко? Это ж, понимаете, для Кремля жизнь собственных граждан это все лишь на все мусор. Это вообще даже не тема для разговора. То есть, ну, как они говорят, сдохли-то и сдохли. Одноразовые. Еще бабы нарожают. Вот это и весь подход. А теперь они вообще все испаскудили, потому что, ну, те хотя бы формально, хотя бы формально защищали страну от немецкого нацизма. Хотя при этом они напали на Финляндию, мы помним это прекрасно, да. При этом они отличились крайней жестокостью в Украине и так далее. Насиловали немок в Германии. Ну ладно, если мы все это даже отбросим в сторону, то по большому счету победа над фашистской Германией, ладно, окей. И вот приходит 2022 год, и они опять вспоминают вот это победобесие неизвестного солдата. Очередное, очередная, очередная такой виток победобесия и очередной виток шизофрении. Только уже полностью на другой лад. Почему? Потому что если тогда, хотя бы формально можно было сказать, что Советский Союз защищается, хотя и это было не так. Вы прекрасно помните, что Советский Союз в 1939 году вместе с фашистской Германией напали с двух сторон на Польшу. Помним? И все это помнят. Тут нечего даже отрицать, это абсолютно очередный факт. Вот. Но в 1941 году хотя бы формально выглядело по-другому. То сейчас фашистская Россия, полностью перетянув на себя эсэсовский китель фашистской Германии, и будучи сверху донизу пронизана нацизмом, антиукраинизмом, поперла убивать женщин, детей, стариков, разрушать города и села в Украине. У них это успешно получается, кстати. И опять возник вот этот вопрос с неизвестным так называемым солдатом. Правильно? Потому что Россия стала фашистской Германией, но Германия та хоть поумнее воевала, они хоть своих солдат берегли, а не чужих уничтожали, а своих берегли. А эти бараны, эти бараны как уничтожали в 41-м своих пачками, так в 22-м, в 23-м продолжают уничтожать своих промышленных, своих, я уже не говорю за чужих, своих в промышленных масштабах. Опять в тупорылых лобовых атаках, опять в бессмысленных каких-то боевых действиях. Полезли в чужую страну, полезли на чужую территорию, убивать чужих женщин и детей, под какой-то подом защиты, какого-то фантастического узкоязычного населения. Кто вас сюда вообще просил, кто вас сюда звал? А потом, конечно, поля усеяны, особенно под Авдеевкой, под Бахмутом, поля усеяны действительно неизвестными солдатами. Они даже, знаете, они даже не хотят забирать трупы своих у кондропупленных вот этих вот шмобиков, которые там просто, их лисы не в состоянии сожрать, столько их там, и волки. Волки уже там под 200 килограмм весом. Жрать не во что уже. Вот такие, да. И теперь они говорят, у нас неизвестные солдаты появились. Если бы вы, фашисты, не полезли в Украину, если бы вы не напали на украинцев, если бы вы здесь не убивали женщин и детей, а вы что думали, что мы вас встретим с цветочками, и вы вас встретили. Да, мы вас встретили с цветочками, но это были своеобразные цветочки. Это были гвоздики, гиацинты, пионы. Догадываетесь, что это такое? Да, 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 да. Вот это, вот это то, какими цветочками мы вас тут встретили. И, естественно, появились у вас в огромнейшем количестве неизвестные солдаты. Только это солдаты уже, которые, наемники, которые воюют за деньги, которые пришли убивать женщин и детей, воюют с гражданскими, не дают людям жить. У нас была прекрасная жизнь до того, как вы сюда приперлись со своим фашизмом, российским, расшизмом. Вы прекрасно жили, вас сюда ни один человек не звал. Вы вообще с даром никому не нужны. Вы бандиты, террористы, мародеры и садисты. Вот это и все. И лучше бы вы сюда не перлись. Не было бы у вас тогда неизвестных солдат. Кстати, ваши солдаты воюют за деньги, платят деньги. В отличие от 41-го года. Так что они мало того, что они фашисты и террористы, так они еще и наемники. Вот это все, что нужно звать о ваших, так сказать, неизвестных солдатах. Пу!